Всем привет, дорогие друзья! С вами Владимир Бутусов, и это коротенькое видео будет очень полезно при выборе баяна Вильтмастер, ну или любого другого баяна иностранного производства. Почему? Дело в том, что существует несколько вариантов раскладок в правой клавиатуре у кнопочных аккордеонов, или, как мы привыкли называть эти инструменты, баянов. Существует ошибочное мнение, что фирма Вильтмастер выпускает инструменты только с европейской раскладкой, ну так как сама находится в Европе. Но это не так. Фирма выпускает инструменты в двух вариантах. Это система С-гриф и система Б-гриф. Как же отличаются эти системы? В России и в странах бывшего Советского Союза принято играть на инструментах системы Б. Это когда нота С, ну то есть Б, она же, да, по американскому международному обозначению, находится на крайнем ряду. То есть вот она. Это нота С. А гриф системы С, это когда нота До находится на крайнем ряду. То есть вот эта нота До находится здесь. Ряды как бы поменены местами. Средний ряд точно такой же, а вот эти ряды, они поменены местами. И из-за этого хроматическую гамму мы играем вот так, а иностранцы, европейцы играют вот так. Такие инструменты распространены во Франции, в Италии и в других странах европейских. Но также существует система Б, которая также есть в европейских странах. В частности, Восточная Германия играет на системе Б, Сербия, Югославия. Также в основном играют в Нидерландах. И Бельгия, например, тоже играют в том числе на системе Б. Бельгия достаточно такая многонациональная получается страна в музыкальном плане. То есть там и система С есть, и даже еще одна бельгийская система. Существует еще финская система. Но это уже системы менее распространенные, скажем так. Поэтому фирма Вельдмастер все-таки рассчитана на более такого массового потребителя. Теоретически, конечно, они могут сделать и финскую систему, и какую угодно. Но традиционно это система Б и система С. Так вот, друзья, будьте внимательны при выборе инструмента, ну, например, вслепую. Иногда вы покупаете через интернет, смотрите на сайты в крупных магазинах, где, конечно же, может быть немножко дешевле. То есть подкупает цена, большие гипермаркеты. Но здесь важно именно, чтобы вам привезли инструмент именно с нашей системой. Иначе вы просто на нем не сможете играть. Такое уже бывало. К нам обращались люди, которые по ошибке приобретали такие инструменты или получали в подарок их, да. Ну, у именинника, да, не всегда же спросишь. Хочется сделать сюрприз, вот какой ему нужен инструмент, какая там нужна система. Поэтому приходили к нам люди с просьбой переделать. Переделать. Конечно, теоретически переделать возможно. То есть нужно поменять голоса на резонаторах, произвести перевосковку. Но если инструмент трехрядный, всего лишь три ряда, то, ну, и все хорошо. Вот эти три ряда, они у нас встанут на нашу систему. Перекрутить кнопки по цвету, все решится. Но если инструмент четырех- или пятирядный, то тогда придется еще заморачиваться с дополнительными рядами. На системе С они получатся на одну кнопку смещены. И поэтому придется все разбирать и перекидывать эти дополнительные ряды. И на пятирядных баянах это, ну, сделать очень сложно. То есть, скорее всего, придется изготавливать новую механику. Поэтому вся вот эта работа, она, как правило, очень трудоемкая. И многие удивляются, почему она так дорого стоит. Ну, потому что переделка, она всегда стоит дороже, чем производство с нуля нового инструмента. Поэтому будьте внимательны, друзья. Когда вы оформляете заказ, указывайте именно систему B. Ну, это для России. Вот такая информация. Я думаю, что она вам будет полезна. Если вам она полезна, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ну, и приходите к нам в салон. У нас всегда хороший выбор любых инструментов, в том числе и наших любимых вельтмастеров. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова